хришки ребятки с вами лекс мы продолжаем играть в hello neighbor бета-3 ребят и в данный момент мы сразу же с вами направляемся в подвальчик вот таким вот маленьким тельчиком окей я в ванне у не только главное не утонуть могу ли закрыть кстати закрываем дырку и все и набираем она прикольно прикольная тема эти ванну тоже можно убирать окей а в туалет если а если в туалет прыгну прощайте прощай этот безумный мир где смыв нельзя ребят нет в этой игре все продумано нельзя самоубийца нельзя сама смыться в туалет ладно ребят я побежал сразу получается в подвал для того чтобы показать вам то что мы еще с вами не смотрели сосед ты здесь вот нормально смотрите ребят мы здесь уже с вами были ой а я вернулся к нормальному размеру давить или мне кажется да и вернулся нормально размеру ух это плохо вот так-то лучше вот так-то лучше ребят окей могу ли полетать нормально и так нормально сначала ребят летим к соседу потому что сосед у нас находится здесь мне просто интересно чем он занимается все это время зачем он здесь вообще нужен он является преградой для нас тот момент пока мы бежим через него очередь коридоры главному входу к двери на которую у которой стоит как раз таки тот самый темный силуэт кстати мы здесь ничего с вами не смотрели из тоже растет дерево ребят тоже растет красное дерево под ним ничего у нас нету а может быть это отсылка к могиле то есть здесь земля ребят здесь земля и здесь земля не знаю отсылка ли это какой-то могиле или нет но одно дерево в случае у нас растет и она находится видите вот так вот заграждением в заграждении. Лучше сказать, за ограждением. Кстати, мы здесь наверху не были. Сосед наш заметил. Да ты все равно не достанешь. Ты же все равно не достанешь, сосед. Зачем ты стараешься? Ладно. Спускаемся. Но здесь ничего нет, ребят. Вы видите, есть балочки какие-то. Вот он, сосед. Он хочет меня достать, но не может. И смотрите, сколько камер. И все камеры смотрят, смотрите, куда. Правильно, на этот вход. Достать от меня. А если я встану сюда? Не можешь выбраться, эй! Ты засранец, не можешь! Никак, никак не получается. Чпоник. Бедненький! Ты такой большой! А я-то такой маленький, могу пролезть везде, где захочу. Чпоника. И наш сосед такой же маленький, как и я. Может ли он здесь пролезть теперь? Нет! Он меня поймал! Он не смог пролезть, но поймал меня. Что за... Что за дичь? Ладно. А, мы все равно маленькие, кстати, остались. Уи-и-и! Так, ладно. Ну прикольно, ребят. Давайте опять-таки летим к соседу, смотрим, что у него вообще-то происходит. Мне даже интересно. Изменился ли он? Уи-и! Нет, он все еще такой же маленький. Ой. Он такой... Такой маленький! Такой... Офигеть! Вот он, ребят Вот он, маленький какой Вот он опять-таки здесь стоит Ладно, идем дальше Ай, ах ты засранец Постоянно, видите, кидает меня А могу ли я здесь пройти? Я в этих размерах, ребят, здесь никак не помещаюсь Может быть, сесть надо? Да нет Под столом А, мы можем здесь забраться, окей Здесь запрыгнуть можем Смотрите, какой здесь рисуночек Курочка и цыпленок Несут золотое яблочко Это связано, ребят, с сюжетом, я думаю И вы поймете в скором времени Чем же это связано Скорее всего, завтра Курочка и цыпленок Окей, ладно, фух Хорошо, хорошо Эй Эй, хочу запрыгнуть Вы все узнаете в скором времени, ребят Не понял В смысле? Ты что, серьезно? Ты же так далеко находишься Как ты вообще сумасшедший Здесь не могу пройти, ребят Ладно, просто пролетим Чпоньк Здесь, ребят, у нас тоже ничего нету Вот бейсбольные мячи Те самые Про которые мы с вами когда-то говорили Шляпы Обычные мячи баскетбольные Мука Коробки И все, да? Здесь больше таких Э, и ботинки, разумеется Больше никаких предметов здесь нет Но почему именно эти предметы здесь находятся? Не знаю Отсылает это на что-то или нет Кстати, давайте сюда заберемся Здесь я тоже не был Ну здесь тоже, ребят, ничего нету Такого сверхъестественного Тоже ничего нету Подлетаю к этой картине И что же мы здесь видим? Ничего Здесь все размыто Ну а значит прогрузится Яблоко от яблони Недалеко падает, говорят Недалеко Это та самая, ребят, картина Которая у нас висит У соседа в доме Которую можно повернуть Окей И самая важная часть этого подвала, ребят Это вот эта вот штука Эта вот штукенция Вроде бы можем подлететь к нему вплотную Вот Вот она тень Что это за тень, ребята Можете предполагать в комментариях Но Скоро выйдет видео Где я в принципе Свою версию Изложу По поводу тени По поводу соседа По поводу вообще всей теории Hello Neighbor Ох, какой страшный Вот такое вот существо, ребят Вот такое вот существо И вот это вот чучело Теневое Нас ловит, ребят Нас ловит Если мы пробегаем через его свет Окей Идем дальше и здесь кстати вот вот тут вот не знаю почему вот здесь телевизор стоит не за ребят почему на что это опять таки отсылает понятия не имею ладно идем в подвал точнее в кошмар главный и смотрим что у нас здесь происходит ребят смотрим что происходит здесь так и что же здесь у нас происходит давай посмотрим немного левее у нет это противостояние двух гигантов сына и отца только не это офигеть ребят мы наверно не знали что так можно делать но здесь можно так делать видите теперь мы можем у так уделать е е е то есть ставить модельку персонажа но это прикольно на самом деле прикольно все это хэй хэй сосед ты хочешь со мной подраться а вот если я возьму какую-нибудь вещь вроде бы тоже должен взять только я не могу я не могу взять вещь примеру если поменяющийся размер ребят свой то и размер моего персонажа который был здесь он тоже поменяется к сожалению но так и довольно таки весело ой ведь остался остался персонаж это довольно таки весело ребят вот она лицом к лицу стоят и сосед и главный герой они готовы разобраться друг с другом кстати видите он руку держит действительно так как будто что-то несет он действительно несет сейчас прикольно сейчас баскетбольный мяч него в руке смотрите-ка он говорит на забирай сосед забирай я готов отдать на тебе кстати мяч видите где мяч находится офигеть он такой маленький справа внизу куда ты смотришь хоть я и маленький но уже намного больше чем был смотрите гитару как он держит прикольно вы видите он даже двумя руками держит гитару 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 держит двумя руками до этого я думал то что он все одной рукой держит то есть не сделаны эти анимации но прикольно ребят прикольно сосед просто гигантских размеров и наш главный герой абсолютно такого же уже гигантского размера можно сделать даже нашего главного героя больше ой а где же сосед а где же сосед вот теперь его действительно главное не раздавить почему ребят сейчас я вам все покажу если найду его а вот он вот же он смотрите вот сам сосед он минимального размера офигеть а над ним смотрите что находится вот дверь над ним почему-то находится дверь я не знаю почему ребят я действительно не знаю почему ладно сделаем ребят на нормальный размер говорю сделаем все для своего персонажа мы сделали ребят нормальный размер вот наш сосед вот такой ума сенький офигеть а почему гитара такая маленькая и что с кепкой офигеть гигантская кепка что ты сделала откуда ты взялась почему она гигантской глава все вещи остальные ребят нормальные а кепка стала супер гигантской что за фигня маке ладно бегу к соседу ребят и мы должны с вами обязательно кое-что попробовать во первых мы должны стать меньше почему гитара стала меньше наоборот смотрите она она супер маленькая вот она она супер маленькая как раз для рук соседа как раз подойдет кепка стала гигантской непонятно вообще ребят я стал такого же размера как сосед давайте выкинем да видите скейтборд выкидываем да действительно становится маленького размера но почему именно кепка стала большого размера когда я уже был маленьким так вот он ребят маленький соседик наш с маленьким миниатюр неким домиком и мы должны с вами сейчас сделать одну интересную вещь которая почему мяч большой давайте кинем мяч в него чпоник почти попали скейтборд чпоник офигеть металлический сосед просто металлический окей ладно давайте сделаем то что я хочу возвращаем ребят нормальный размер нашему главному герою и смотрите что мы сейчас делаем мы должны нажать на дверь и как только мы на нее нажмем по сути по сути ребят мы пройдем игру дать проверим это да афигеть вот почему дверь улетает так вверх непонятно то есть разработчик где-то говорил то что дверь улетает спонтанно и возможно она у вас появится все чем возможные варианты для прохождения этой игры я использовал доходил до этого момента она никогда не появлялась и 1 100 сюда прибегал уже то есть 1 100 я пробовал ни разу дверь не появлялась нужном месте дверь всегда была наверху просто физическая модель такая просто сделали физическую модель это баг не игры а баг модели как я думаю такие дела ребят спасибо всем за просмотр надеюсь вам понравилось действительно прикольно получилось действительно мы узнали некоторые факторы что связаны с соседом что связано с этими тенями всякими всякими препятствиями которые у нас находятся в подвале и не только в подвале и ждите ребят ближайшее время продолжение моего разбора всех версий всех теорий о hello neighbor то есть разбор сюжета ближайшие дни ближайший день ближайшее время ждите видос выйдет и там я расскажу полностью что я думаю о сюжете и построю его так как я его вижу а с вами был лекс это была игра hello neighbor beta 3 всем спасибо за просмотр подписывайтесь на себя ставим лайки пишем комментариях не забываем подписку в контакте ссылка в описании и шапка канал всем добра